Поговорим о нюансах в стиле и в одежде, которые могут дешевить и простить ваш образ. Какие есть ошибки, конкретные примеры, что может действительно испортить ваш лук. Досмотри это видео до конца, чтобы избежать и не допустить этих ошибок в своем гардеробе. Меня зовут Ксения Рубль, я стилист, а также байер. 13 лет назад так полюбила заграничный шоппинг, что создала свой клуб шпаголиков. То есть мы как байер-сервис летаем в Европу на шоппинг и ведем трансляции в наших телеграм-каналах. А наши участники клуба выбирают и наша задача купить и организовать доставку. Все ссылки вы найдете в инфобоксе, присоединяйтесь к нашему клубу. Даже если одеть на себя с ног до головы брендовые вещи, не следуя правилам стиля, стилистических сочетаний, то, к сожалению, можно выглядеть нелепо и удешевить тем самым свой образ. Давайте начнем с первого неочевидного нюанса, это крой в одежде, а именно неверно подобранный крой. И здесь мне хочется уделить внимание простым примерам. Комбинезон. Вроде бы, казалось бы, тройную вещь ее можно найти в магазинах, но здесь есть тоже особенность и нюансы. Это единая конструкция, которая на самом деле будет делать вашу фигуру прямоугольником, без особо выделенной талии. Или возьмем пример с футболкой. Все-таки классно выбирать футболку, у которой достаточно свободный крой рукава. И рукав действительно покрывает большую часть вашей руки. А еще лучше будет, чтобы он не был в облипку. Просто потому, что на фоне свободного рукава ваша рука будет казаться стройнее. И никогда не выбирайте футболки с обрезным краем, ни два, ни полтора, которые не закрывают, по сути, ни ваше плечо, ни майка, ни футболка. Что-то среднее между, которое будет только увеличивать ваши руки. Даже дома лучше такое не надевать. Следующая вещь – обтягивающее изделие. Казалось бы, вроде бы обтягивающее изделие – это так должно быть сексуально, красиво. Нашим мужчинам это может нравиться. Но все-таки, если это будет чересчур у вас, вот знаете, обтягивать как сосисочка, сарделечка, это на самом деле не очень красиво и не будет вызывать тех самых эмоций, которые вы предполагалось, хотелось вызвать этой одеждой. Если выбирать обтягивающее изделие, ну пускай это будет не очень тонкая ткань в таком случае, чтобы это вот не было, знаете, когда видно где-то бачка, где-то просвечивающее белье. Ну не просвечиваясь от того, что ткань тонкая, а просто потому, что это все сильно прилегает. И все-таки в большинстве случаев даже для собственного комфорта лучше выбрать одежду, которая между кожей и вашей тканью одежды будет иметь небольшое пространство, и там будет проходить воздух. Это будет и комфортнее, и можно в этом случае также подобрать красивые изделия, которые будут подчеркивать ваш силуэт. Кстати, о платьях. Если хочется подчеркнуть свой силуэт, но действительно есть что-то, что хочется скрыть, присмотритесь к вариантам с драпировкой. Она может действительно сыграть на руку нам в том случае, что где-то она дополнительно скроет. И, кстати, такое платье мы находили в Zara. Посмотрите прошлый выпуск из Zara, когда мы ходили и снимали обзор, там есть очень классное красное платье, которое как раз будет подчеркивать фигуры, да еще и небольшие классно-трендовые разрезы. Если говорить о расцветках тканей и принтах, боже, не берите никогда, если вам хочется цветочный принт, что-то оляпистое, такое, знаете, с большими цветами. В одном из выпусков мы снимали обзор в Мак, и там были просто дичайшие форматы, какие-то блузы, рубашки, платья с цветочным принтом огромного размера. Вы знаете, я помню, что в своем детстве в сундуке в деревне я находила как раз такие изделия у моей бабушки. Вот не нужно это вносить в нашу современную жизнь. Если хочешь выбрать цветочный принт, возьмите цветок мелкого формата. Ну, такой очень аккуратный, легкий принт. Да, он сейчас вроде бы еще у нас в тренде, поэтому можно присмотреться. Ну, будьте аккуратны, не берите эти оляпистые огромные цветы на каком-то непонятном фоне. А вообще, если говорить о цветах, то на самом деле большинству людей идут природные цвета, которые вот мы можем встретить в округе. Однотонные классные ткани. Это все будет только подчеркивать ваш образ. И есть еще один нюанс – трендовые полоски. Сейчас я поделюсь с вами личной историей. На самом деле, когда мы бежим на наших шопинг-марафонах, на себя остается очень мало времени. И у меня такая ошибка произошла с полосатыми брюками трикотажного из манго. Хотя сейчас я понимаю, что манго – такой бренд, которому не стоит… Это масс-маркет все равно. Европейский, но масс-маркет. И, наверное, не стоит мне думать о том, что ну какое же тут должно быть суперкачество. Так вот, мои брюки вот эти вот, к сожалению, не в идеальной стыковке полосок. Вот очень важно, если у вас ткань с принтом, полоска или любой другой геометрический, не геометрический, даже, кстати, цветочный, самое, наверное, идеальное и классное, когда этот принт в стыках с шваком будет совпадать один в один. И все будет симметрично. В моем случае у брюка есть небольшая несостыковочка. Я смирилась с этой темой и понимаю, что в целом для пляжа, для городского лета я все равно его буду носить, потому что они действительно смотрятся классно. Но вот есть такой нюанс. Если еще раз говорить про сочетания, мы говорили про природные оттенки, то также одно из классных сочетаний – классика. Черный, белый, которые идут в большинство типажей, лиц, внешности, контрастности. Если не знаете и боитесь ярких цветов, присмотритесь к черному и белому, потому что на этом контрасте это выглядит действительно ярко и интересно. Теперь поговорим об ошибках при выборе джинсов. Все мы любим с вами джинсы, Даним с нами давно, и я думаю, еще будет очень-очень долго, потому что действительно, ну что, это комфортно, это удобно, это современно, это уже в моде столько лет и не выйдет, я думаю, еще очень долго. Но есть, мне кажется, очень большие ошибки при выборе джинсов. Особенно, когда мы выбираем джинсы скини, хотя я сейчас не говорю, что джинсы скини не модны, их можно очень классно стилизовать, но если мы выбираем оттенок, знаете, вот мне эти джинсы напоминают, вот как у скелета, есть косточки такие тонкие, то есть это джинсы, казалось бы, синего или какого-либо другого оттенка, и вот здесь протертости такие идут прям, ну, у ножек, и кажется, что вроде бы за этих, за счет этих потертостей мы вроде бы должны выглядеть еще в стране, это должно строить наши ноги, но это выглядит настолько странно, настолько некрасиво, да это еще если скини, да еще на какой-нибудь низкой посадке, то это просто, просто мрак. Никогда не выбирайте такие джинсы, не носите их. Но сразу расскажу, как можно носить джинсы скини. Все равно это такая модель, которую можно стилизовать, и очень классно их будет стилизовать, например, с жакетом или с каким-то удлиненным форматом джемпера, когда мы прикрываем ходовую нашу вот эту зону, и, например, мы можем надеть их с высокими жакетскими сапогами, и это будет действительно смотреться лаконично и классно, это иная история, как про леггинсы, когда у нас силуэт наших стройных ног, которые мы вставляем с достаточно широкой голенищей, кстати, вот на этом формате широкого голенища будет тоже видна ваша худоба и стройность ноги, поэтому это такой классный визуальный лайфхак. Лучше выбрать однотонный формат темно-синих джинс, но такой, знаете, чтобы цвет был не из дешевых, то есть это такая должна быть джинса, которая будет классно сочетаться с другими оттенками, потому что если это будет странный синий цвет, нам будет сложно это внедрить в гардероб, просто потому что внимание на себя будет уводить вот этот цвет джинс, и весь образ будет смотреться нелепо. Еще про посадку джинсов. Очень важно выбрать правильную посадку. Не дай боже не покупать джинсы, которые будут слишком вас стягивать в этом месте. Мало того, что это будет для здоровья не полезно, потому что вы будете проводить в джинсах целый день, например. Вы будете сидеть, ваша зона важная, женская зона будет стягиваться, утягиваться, перетягиваться, и это ни к чему хорошему не ведет. Все-таки выбирайте такую посадку, чтобы вам было комфортно. Ну и не так, конечно, чтобы у вас здесь гуляло все и село ни по фигуре, ни по размеру. И очень важно подбирать правильную высоту джинс, потому что если это будет в том месте, где у нас есть такие сладкие иногда бачка, и они будут подчеркиваться, оттуда будет вываливаться кусочек кожи, это тоже будет некрасиво. Все-таки в этом случае, если у вас есть зона проблемная вокруг поясницы, выбирать посадку повыше, чтобы эта область, она закрывалась, закрывалась джинсами, плотной тканью. То же самое касается и брюк. То есть это правильно подобранный размер и правильно подобранная высота. А теперь мне хочется рассказать вам об ошибке, которую называете, знаете, как обманка, когда у нас одежда сочетает в себе несколько видов одежды. Мы хотим вроде как создать образ многослойности, он в тренде, но по факту мы видим джемпер, из-под него торчит как будто бы рубашка, есть еще воротничок, но все это один слой одежды. На самом деле не стоит рассматривать такие варианты образа, просто потому, что это не истинно многослойный стильный образ. Уж лучше действительно составить отдельно джемпер из рубашки, и это будет действительно многослойный трендовый образ с нужным объемом, который необходим. Или еще вещь-обманка, когда у рукавов уже заранее вот здесь согнуты в локте, они и так, знаете, прошиты, здесь вроде как такая драпировка получается. На самом деле, во-первых, это будет драпировка из разных образов, потому что когда у нас есть стильный жакет, а жакет стильный тогда, когда он структурной формы, он не с тонкой такой, вы знаете, как плащечка, такая вот легкая летящая ткань, не то, выбирайте, если жакеты, то более структурные, плотные, с хорошей тканью, тогда вы можете классно и стильно их заделывать наверх, это будет естественно натурально, а если хочется лайфхак, то есть замечательные резинки банковские, ну или даже обычные резинки-пружинки, которые вы можете надеть и вот как-то аккуратненько подвернуть под рукав, и тогда у вас они не будут спадать. Но это будет более естественно, чем уже изначально прошиты, особенно если это тонкий формат у жакета. Теперь поговорим про аксессуары, обувь и сумки. Лучше всего отдать предпочтение качественным материалам, мы здесь говорим про кожу, но и также качественные современные материалы эко-кожи, которые действительно достойные сейчас в изготовлении формате и во внешнем виде. Если вы выбираете искусственный материал, смотрите на качество этого изделия, потому что действительно есть, знаете, варианты дубовых сумок, невооруженным взглядом видно полиуретан, который прям вот какой-то такой дубовый, жесткий, непонятный. Поэтому выбирайте сумку из искусственных материалов, не бойтесь этого, они действительно сейчас классные. Даже, кстати, многие бренды томят за экологичность. Например, бренд Коз, у них большинство изделий сделаны из эко-кожи, эко-материалов, потому что они за защиту окружающей среды. Так что у них очень много в коллекции вариантов из переработанных материалов. Я, кстати, здесь говорю не только о сумках, но и об одежде тоже. Напишите в комментариях, как вы относитесь к изделиям из эко-материалов. Ну и еще, что хочется сказать про сумки, это, наверное, ремень. У большинства сумок есть ручки или ремни. Так вот, если у вас будет ручка тонкая и длинная, но при этом сумка на конце большая, тяжелая, объемная, это тоже будет смотреться странно. Я сейчас говорю о таких моделях сумки, как кроссбоди, потому что вот именно кроссбоди мы носим через тело, но это выглядит действительно порой не совсем корректно. Особенно, кстати, если у вас невысокий рост, не смотрите варианты сумок кроссбоди, которые будут у вас висеть здесь, как у почтальона. Ну и еще важный нюанс, который просто будет сто процентов дешевить ваш образ, ради бога, не выбирайте копии поделки, брендовых сумок. Я считаю, что нужно быть, а не казаться, и когда мы покупаем реплики, казалось бы, они могут быть там супер качества, не отличишь от оригинала, это история самообмана, и непонятно, в каком вообще случае вы обманываете или себя, или окружающих. Я вообще против всех подделок. У нас, кстати, в клубе шпаголиков единственный, в нашем городе есть аппарат проверки на подлинность, так что если вы захотите проверить свою люксовую сумку, вы всегда можете к нам обратиться, потому что у нас есть американский аппарат, который выдает сертификат подлинности. И в целом, если мы говорим про брендовые вещи, если не можете себе позволить бренд, найдите аналоги в масс-маркете. Рынок моды, рынок магазинов сейчас настолько обширен, что можно найти альтернативные варианты. Ну и за оригинальными брендами я, конечно, приглашаю вас в наш клуб, клуб шпагонька. Все ссылки вы можете найти в США, там, где нет поделок и где это все строго карается. Ведем трансляции из магазинов и, собственно, там вы можете выбрать для себя ту самую идеальную сумочку. Теперь про обувь. Что же не стоит покупать, что будет действительно портить ваш лук в общем? И мне хочется здесь сказать про сапоги до середины икры. Вот такая странная длина, которая по факту режет нашу ногу. Особенно, если вдруг, не дай бог, вы наденете юбку одна горизонтальная линия, вторая горизонтальная линия будет вот это вот до середины икры в самом, получается, непонятном месте сапоги. Это все будет разрезаться и смотреться некрасиво. Если у вас есть в гардеробе такая пара, что нужно делать? Просто носить сверху либо брюки, либо длину юбки или платья, которые будут перекрывать эту область. И у нас не будет вот этих горизонтальных полос, которые будут резать наше тело. И раз уж мы говорили про режущие предметы, то мне хочется упомянуть босоножки. В греческом стиле это, знаете, такие, когда вокруг еще очень много обвязывается вся икра. Мало того, что это может перетягивать и с точки зрения здоровья быть не очень полезно для наших вен и кожи в целом, но и смотрится это тоже не очень красиво. Сейчас это уже не в тренде. Последняя вещь, о которой хочется упомянуть, это очки. Зона лица, та, которая общается с нашими собеседниками, с людьми. Да, встречают падежки по общему образу, но в целом все равно разговариваем мы лицом. Чтобы избежать ошибок, что нужно делать. Если выбирать оптику, очки солнцезащитные или обычные для зрения, то выбирайте это действительно качественным. Качественным даже просто с точки зрения того, что это важно для нашего здоровья. Я рекомендую выбирать оптику в проверенных местах. Если мы говорим про брендовую оптику, тут все-таки больше вероятности того, что шанс, что там будет что-то не то, он стремится к нулю. Ну и если говорить про материал, то если опять-таки очки будут куплены на съемок это опять в маркетплейс из какого-то непонятного пластика, который будет нарочито явно виден, то это тоже весь образ, хотя образ может быть весь лаконично, классно подобранный, идеально все смотрится, сочетается между собой. Но вот эта финальная история вокруг глаз, она будет сильно портить просто потому, что это будет явно выглядеть дешевым пластиком. Итак, мы с вами изучили те элементы одежды. Точнее, их конкретные нюансы, которые могут дешевить и простить ваш образ. И чтобы не допускать таких ошибок, я также вас приглашаю в наш стильный клуб, в котором более 8000 участниц в нашем телеграм-канале. Ссылки вы можете найти в инфобоксе, где мы как раз-таки и знакомимся с насмотренностью, изучаем стильные тренды, собираем классные луки. Поэтому присоединяйтесь к нашему клубу «Доступ свободный». До новых встреч, подписывайтесь и не пропускайте новые выпуски.